Эфир телеканал «Ноябрьск-24» продолжает итоговый выпуск новостей. Здравствуйте! Сохранение районных коэффициентов – первое, что волнует северян. Таковы результаты недавнего опроса в ЦИОМ о приоритетах государственной политики в Арктике. Социологи опросили жителей 13 ямальских городов, чтобы выяснить, какие проблемы их волнуют больше всего. Так, с сохранением северных надбавок обеспокоены 87% опрошенных, вне зависимости от пола, возраста, сферы занятости и места жительства. На втором месте – переселение за пределы региона. За продолжение этой практики высказали 67% респондентов. И замкнул тройку вопросов – развитие социальной инфраструктуры. Это строительство школ, садов, больниц, центров досуга. Прописать эти пункты на федеральном уровне считают необходимым 65% северян. Добавлю, практически все респонденты выразили ту или иную позицию по предложенным вопросам. Равнодушных практически не нашлось. Затруднились определить приоритеты государственной политики лишь 1% от числа опрошенных. «Ямал» сегодня на месте не стоит и ведет свою программу развития региона. И мы сегодня, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, дома новые возводим, детские сады новые у нас строятся, спортивные комплексы тоже у нас. Есть такие прям хорошие примеры, которые вот сейчас к сдаче идут и недавно сданы. Поэтому мы видим, что хотелось бы быстрее и понимаем, что, скорее всего, это не получится. Но мы твердо, уверенно идем, объекты строим. Поэтому впереди еще большой объем работы. Я думаю, что «Ямал» эту работу не прекратит. Кстати, о том, что на Ямале люди живут хорошо, чуть ли не самые богатые в России, говорят результаты ежегодного исследования агентства «Ариа Рейтинг». За основу рейтинга специалисты взяли данные Росстата за 2015 год. Исследователи рассчитывали, сколько в среднем денег остается в семье после оплаты необходимых расходов. Так, среднемесячный остаток типовой семьи с двумя детьми на Ямале составляет 91 227 рублей. Второе место у Чукотки, а на третьем месте – Москва. Стоит отметить, что наш регион уже пятый год подряд занимает первую строчку рейтинга благосостояния семей. В этом году на меры социальной поддержки в Ноябрьске направят около миллиарда 200 миллионов рублей. Это на 200 миллионов больше, чем в 2015-м. Деньги пойдут на так называемую адресную помощь и единовременные выплаты помощи материальной. На последнюю жители вправе рассчитывать в случаях близким к форс-мажорным и не чаще одного раза в год. А адресная помощь рассчитана на постоянную поддержку незащищенных категорий граждан. Их перечень насчитывает более 40 позиций – от ветеранов до матерей-одиночек. К ним же относятся многодетные и малоимущие семьи. На учете Управления соцзащиты сегодня состоят почти 3 тысячи таковых. Если ваш доход ниже установленного порога, значит вам нужно обращаться в Управление социальной защиты. Сначала на консультацию для того, чтобы определить комплекс мер, понимать, на что имеет семья. И потом эти меры востребуют. У нас есть и время специально отведенное для консультации, есть и время по записи. Это все у нас размещено на сайте. Там можно и с социальным навигатором ознакомиться, который как раз, допустим, для малоимущей семьи определяет все виды материальной помощи, на которую семья может при соблюдении условий претендовать. Сегодня в администрации города был официально представлен новый начальник Управления ЖКХ ТЭС. Им стал Владимир Зарихин. Зарихин имеет большой опыт работы в жилищно-коммунальной отрасли и муниципальной службе. Ранее он курировал правовые и хозяйственные вопросы в Управлении судебного департамента ИНАО и вопросы ЖКХ в Управлении финансов Красноселькубского района. В принципе, я знаком с проблемами наших, но здесь немножко больше объем. Суть, что ЖКХ знакома. Я думаю, в процессе работы мы познакомимся со всеми и в тесном контакте решим проблемы, которые у нас возникают в процессе. Судьба Зеленого парка у Дворца культуры Русь стала самой обсуждаемой темой на этой неделе. На сайте администрации на вопрос «быть или не быть» на этом месте автостоянки проголосовало больше 7 тысяч человек. Для примера сейчас на вопрос про антикоррупционную деятельность ответило лишь 5 пользователей. Голосование по Дворцу культуры на сайте завершили, но вопрос остался открытым. Чем вызван такой интерес жителей и нужна ли парковка на этом месте, узнавала Ирина Копян. Будущее Зеленого парка у Руси не случайно взбудоражило горожан. Кинотеатр в 100-тысячном городе единственный и уже много лет без парковки. О том, что стоянка здесь необходима, намекает и стихийно припаркованный транспорт. Проблема налицо, но даже несмотря на это мнение горожан разделилось. Стоянку оборудовать возле Руси, мне кажется, что не надо. Те, кто хотят фильм посмотреть, могут подальше чуть припарковаться. Мне кажется, надо это делать. Возле Руси особо так-то и негде встать, когда идет к примеру какого-то фильма. Это же не Москва, это же город Ноябрьск. Мне просто странно. Дайте людям отдохнуть, дайте насытиться природой. Да вы что, что это за безобразие такое? Противостояние жителей города не на шутку развернулось и на сайте администрации. За пару дней почти 7 тысяч проголосовавших. Причем пальма первенства постоянно переходила из рук в руки. Самому кинотеатру по опыту крупных городов новенькая парковка принесла бы экономическую выгоду. Посетители не хотят рисковать своим транспортом и оставлять его где придется. Но парку больше 10 лет и кажется, руководство дворца культуры здесь дорого, каждое дерево. Вопрос, конечно, интересный. Давайте начнем с того, что это зеленая зона, которая на улице Советской для отдыха горожан, возможно, единственная. Я как должностное лицо понимаю, что удобно здесь, но как человек, конечно, мне очень жалко эту зеленую зону. Но администрация Руси повлиять на судьбу парка не может. Им принадлежит только его часть до вот этих бетонных плит. Делаем шаг вправо. Здесь уже земля находится в ведомстве муниципалитета, поэтому быть здесь парковки или не быть могут решать действительно только горожане. А вот в дирекции муниципального заказа нас удивили. Оказывается, 6,5 миллионов рублей город уже давно выделил на строительство парковки в двух шагах от кинотеатра. Стоянка на 200 машиномест по задумке городских властей растянется от центральной детской поликлиники до строящегося торгового центра по улице Городилова. Это не маленький объем, это объем работ на больше, чем полторы тысячи квадратных метров, где мы планируем полностью сделать хорошее основание. Асфальтовое покрытие, разметка, заборное ограждение. Предполагается выполнить данные работы в этом году, в летний период, в период положительных температур. Строительство этой парковки снимает вопрос о сносе зеленого пятачка у самой Руси. Но следом возникает другой. Зачем городские власти зазря взбудоражили общественность? Возможно, планы на будущее, возможно, погорячились. Ирина Копян, Александр Иванов, Анатолий Присич. Ноябрьск-24. В Ноябрьске начали работу трудовые отряды под патронатом главы администрации. В первую смену вошли 90 молодых людей от 14 до 18 лет. Они будут заниматься благоустройством города. Фронт работ традиционен. Это уборка лесных массивов, пляжных, лесопарковых, а также городских и промышленных зон. Как и любой другой труд, этот тоже будет вознагражден. Заработная плата составит 12 431 рубль. Участники трудовых отрядов смогут не только заработать, но и отдохнуть. Для них организованы мастер-классы, тренинги, беседы. К слову, за это лето планируется трудоустроить более 600 ноябрьских подростков. Я первый раз пошел работать вообще куда-либо. Это была инициатива моя, но мои родители меня поддержали, помогли мне всякие документы сделать, все пройти. Поддерживали меня. Сейчас я здесь работаю день очень легкий. С 9 до 2. С ребятами мы ладим, мы все сообщать делаем. Да и вообще у нас работа легкая. С каждым годом трудовые отряды увеличиваются. Если в прошлом году было 8 трудовых отрядов, то в этом году уже 9. Причем трудовые отряды закреплены практически за всеми муниципальными бюджетными учреждениями подвенственного управления по делам всей молодежи. И территориально трудовые отряды будут трудиться во всех микрорайонах нашего города. Начиная с Дальнего СМП, Мехколона 15, Микроин Вангапуровский и, конечно же, сам город Ноябрьск. 6 июня у мусульман начнется священный месяц Рамазан. Он является самым важным и почетным для всего мусульманского мира и считается одним из пяти столпов ислама. В течение 29 дней верующие будут соблюдать строгий пост у Роза, который подразумевает под собой отказ от воды, еды, алкоголя, табака и интимных отношений в светлое время суток. Главный смысл поста и воздержания – укрепление веры. Правоверным мусульманам Ноябрьска в этом плане придется сложнее, так как в июне месяце в нашем регионе белые ночи, а принимать пищу и воду можно только после заката и ночной молитвы и до начала рассвета. То есть в наших реалиях это где-то около 3-4 часов в сутки. Исключение, которое допускает Коран, относится к беременным и кормящим женщинам, больным, а также людям, не достигшим 18 лет. Во время поста и же вечерни на территории соборной мечети Ноябрьска будут проходить разговения, во время которых соблюдающие пост мусульмане смогут поесть за общим столом в специально установленных палатках. А после завершения священного месяца Рамадан, 5 июля, мусульмане всего мира отметят праздник Ураза-Байрам. Искренне поздравляю всех жителей, всех мусульман нашего города с наступающим священным месяцем Рамадан. Желаю и молю Всевышнего Творца, чтобы все верующие смогли держать пост Ураза, чтобы достигли милости Всевышнего Творца. Также желаю всем добра, счастья, здоровья. 5 июня Ноябрьска отметит Сабантуй. Национальный татаро-башкирский праздник откроет театрализированный пролог, кульминацией которого станет выстроенная праздничная юрта. В концертной программе примут участие творческие коллективы Центра национальных культур, а также порадуют своими выступлениями профессиональные артисты из Уфы и Казани. В рамках праздника традиционно пройдет конкурс национальных блюд. Зрители определят победителей соревнований и конкурсов, которые будут награждены призами и подарками. Для детей будет предусмотрена игровая площадка, где не смогут проявить силу и сноровку. Национальные состязания ждут и взрослых. Пройдется Бантуй на территории детского парка и начнется в 13.00. Семейный отдых набирает среди жителей Ноябрьска все большую популярность. Накануне в мирозрастовое приключений распахнул свои двери и ресторан-развлекательный комплекс «Мечта». Здесь для маленьких посетителей заработала детская комната. Пока дети под присмотром аниматоров будут вовлечены в увлекательнейший игровой процесс, взрослые смогут с полным комфортом провести время и оценить обновленное меню ресторана. Юные болельщики ликуют. У настольного футбола развернулись самые настоящие спортивные баталии. Товарищеский матч собрал любопытных зрителей. Милина Хансономян и ее семья – одна из первых, кто уже побывал в сказочной стране Осисяйки. Надувные горки, карусели, лабиринты. Глаза разбегаются, делятся яркими впечатлениями маленькая гостья. Горь, лезвие, 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 лезвие. За нее еще подоймали, велись горки. Очень удобно. Родители сидят, отдыхают, ребенок играется, все видишь. Здесь занятия по душе себе найдут малыши любого возраста. Детская комната разделена на две зоны. В первой нарисовать любимой маме открытку или собрать замок из конструктора смогут самые маленькие. Во второй увлекательные приключения не дадут скучать детям постарше. А уже в скором будущем почувствовать себя ребенком здесь смогут и взрослые. Мы хотим установить теннисные столы, большой батут, какие-то горки, дорожки для роликов. Рынок становится более динамичным на самом деле. И мы сегодня приняли такое решение перенетиться на семейно-досуговую форму отдыха. То есть когда родители вместе с детьми проводят вместе время. То есть детишки в игровой зоне, родители отдельно в зоне кафе. Ну как-то так, на мой взгляд, идеи классные и позитивные. Пока дети увлечены игрой под присмотром аниматора, взрослые могут отдохнуть. В распоряжении гостей два зала на выбор и вип-комнаты с караоке. Каминный зал располагает к себе своим теплом и уютом. А обновленное меню придется по вкусу ноябрьским гурманам. В ближайшее время у нас уже с дня на день появляется кондитерское направление. То есть тортики, пироженки, все это свежее, вкусное. Уверен, что это найдет своих потребителей. Ну и вдобавок к всему запускаем фитнес-меню, то есть страничку здорового питания. Обновляем банкетное меню свое. То есть японская кухня у нас тоже сейчас обновляется. Увлекательный мир детской комнаты «Осисяйки» в ресторанно-развлекательном комплексе «Мечта» ждет своих гостей ежедневно. В будние дни с 10 до 22 часов. В выходные с 12 и также до 10 часов вечера. Юлия Москалик, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. И на этом выпуск завершен. Хорошего вам вечера и отличных выходных. Салон-магазин «Мужской клуб». От аксессуаров до верхней одежды. Трикотаж, джинсы, рубашки, пиджаки, костюмы, галстрики и многое другое. От 44 до 74 размера. От стиля кэжуал до классики. Зивер, Аджибос, Готой, Климбер, Три богатыря. Качество, проверенное временем. Салон-магазин «Мужской клуб». Мужской стиль. Мужской характер. Улица Республики, 41. Редактор субтитров А.Семкин